Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Как странно не звучит, но все больше стран, ранее считавшиеся малоинтересными, нашли способы увеличить приток туристов. Изгаляются кто во что гораст. Одни используют местоположение страны и ее природные красоты. Другие играют на низменных чувствах человека и открывают ночные клубы и казино. Третьи утверждают о каких-то исторических памятниках культуры. И только России похвастать нечем. Из-за стараний мирового духовенства так и хочется взять в кавычки слово духовенство. Духовности в нем и на полушку нет. Истории у нашей Родины не наблюдается. Ее украли у нас. Ведь это попы во время крещения отловили наших предков с сосен и елок и научили, как нужно жить и во что верить. Нашему народу претит наводнять города и горными заведениями и борделями в угоду иностранцам. К счастью, у нас еще остался стыд. Ну и наконец, на развитие инфраструктуры, постройку новых качественных дорог и мостов, на качественный ремонт старых денег в стране нет. А без развития этой сферы ни один уважающий себя турист к нам не поедет. Хотя, имея такое количество полезных ископаемых на душу населения, можно было бы немцев нанимать на строительство дорог, итальянских дизайнеров привлекать для выпуска шедевральных авто, а американцев ставить миногерами, отвечающими за производительность. Что-что, а управлять-то они умеют. А деньги со всего этого не в карман, а в бюджет страны. Ну да ладно. Имеем то, что имеем. Кучку зажравшихся правителей и нищий народ. Ну я опять отвлекся. Ну просто больно на все это смотреть, вот и прорывается. Так вот, хотел я рассказать про страны, туризм в которых в разы увеличился за последние годы. Попробую продолжить и не отвлекаться. Каждый год Всемирная туристическая организация при ООН отслеживает тенденции туристических поездок. Недавно она опубликовала отчет, в котором указала самые быстрорастущие туристические направления. Многие из этих стран ранее не пользовались большой популярностью, но вскоре у них просто отбоя не будет от туристов. На первом месте Северные Марианские острова. За прошедший год на этой Тихоокеанской территории, относящейся к США, наблюдался 37% рост туризма. Тропический архипелаг, расположенный к северо-востоку от Гуама, известен своими казино и пляжами с красивыми пальмами. Тунис Тунис быстро восстанавливается после террористической атаки в 2015 году. В прошлом году в стране наблюдалось 33% увеличение числа туристов. Гостей Туниса привлекают курорты, пляжи и богатая древняя история государства. Уругвай По данным ЮНВТО, за последний год страну посетило 3 миллиона человек. Это на 30% больше, чем в предыдущем году. В столице Монтовидео и на пляжах Пуанто-де-Ле-Эсте нередко можно встретить знаменитостей, известных актеров, музыкантов и т.д. Никарагуа По оценкам, 1,5 млн. человек посетили Никарагуа в 2016 году, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Это недорогое место в Центральной Америке, которое гораздо менее переполнено, чем соседняя страна Коста-Рика. Монголия В прошлом году туризм в Монголии увеличился на 28%. Туристов привлекают уединенные курорты Монголии и неожиданный рост ночных развлечений в столице – Улан-Баторе. Израиль В прошлом году Израиль посетили около 3 млн. туристов, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Из наиболее популярных развлечений в стране стоит выделить отдых на Мертвом море, посещение исторических мест, таких как Стена Плача и Ночную жизнь Тель-Авива. Мальта Несмотря на то, что одна из самых популярных туристических достопримечательностей Мальты – скала «Лазурное окно» – рухнула в море в начале этого года, вот это вот достопримечательность, число посетителей все равно увеличилось на 23%. Мальта стала популярным местом отчасти из-за проводившихся здесь съемок голливудских фильмов, таких как «Гладиатор», «Капитан Филлипс» и даже «Кот да Винчи». Чили Другой быстрорастущей в сфере туризма южноамериканской страной является Чили. Ее посетили на 20% больше туристов за последний год. Разнообразные ландшафты и живописная окружающая среда делают Чили отличным местом для отдыха на открытом воздухе. Ну да, в России открытого воздуха маловато. Кипр За прошедший год количество туристов на Кипре выросло на 18%. Их привлекают пляжи, окруженные изумрудными прибрежными водами и обилие древних артефактов острова. Армения На протяжении своей долгой истории, более 3000 лет, Армения страдала от различных конфликтов. Однако сейчас, в более стабильные времена, в стране за последний год наблюдался 18% рост туризма. Поскольку это была первая христианская страна в мире, многие из самых популярных туристических достопримечательностей – монастыри, построенные более тысячи лет тому назад. Ну как вам список? Не обидно за державу? Так и хочется рассказать, какими эти страны были еще 20 лет назад. Ну да, я думаю, вы и сами знаете. Из этого списка выпадает только Никарагуа, имеющая неплохие природные ресурсы. Остальные, увы, только туризм. И то, нашли силы и средства развить инфраструктуру, привести в божеский вид дороги и гостиницы, рестораны и кафе, и даже умудряются показывать туристам какие-то там достопримечательности. Ну, похоже, нам это не грозит. Дожди у нас, бывает, идут. Снег порой с неба падает. А покрытие дорог нанотехнологичное, водорастворимое. Ну, давайте хотя бы за других порадуемся. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok